Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодняшнее видео – это всё о мелочах, всё, что нужно, но, так скажем, иногда не знаешь, как это сделать. Тем более был вопрос от вас, Лена, как вы вешаете картины, ну и что-то на стену. Вот сейчас я вам расскажу и покажу, как это легко сделать. Ну и, конечно же, в течение дня буду что-то снимать, показывать. Сегодня у меня такой день о мелочах и всё о них, и буду делиться с вами. Вот смотрите, как я вешаю вот такие рамочки, да, или полочки, да, всё, что угодно. Видите, здесь очерчена линия, вам понадобится карандашик и, конечно же, уровень. Вот я взяла эту рамочку, померила рулеточкой расстояние вот от этой дырочки и до этой дырочки, от её центра. Замерили это расстояние, запомнили. Теперь берём вот эту рамочку, я сейчас её повешу, но мы будем как бы говорить о том, что она не висит. Я повешу, потому что у меня одна рука, и я вам не смогу так показать. Представим, что она у нас ещё не прикреплена. То есть, если у вас есть помощник, конечно же, кто-то может держать, а вы там всё это дело будете делать. Вот у меня такой маленький уровень есть. Естественно, вот этот пузырик должен быть по центру. Вы прямо на эту рамочку положили этот уровень. Лучше вот этой стороной, чтобы вам здесь легко было прочертить. Приблизительно понимаете, где там у вас дырочки, на какой высоте вам нужно прикрепить рамку. И по уровню просто вот так очерчиваете вот эту вот линию. А затем по этой линии отмечаете, померили, мы же замерили замер, сделали. Вот ставите крестик от одной точечки до другой. И в этих точечках делаете отверстие. Ну, в данном случае дом у нас деревянный. Здесь гипсокартон. Конечно, Лёшик говорит, что в гипсокартон сначала нужно вставлять особые саморезы. Я вам сейчас их покажу. Вот такие пластмассовые саморезы. Сначала берем шуруповерт, в него вставляем сверлышко, делаем сверлышком дырочку. Потом закручиваем вот этот пластмассовый саморез. Это я вам говорю про гипсокартон. Вот это специальные саморезы для гипсокартона. Или даже, я бы сказала, дюпеля. Вкручиваем в это просверленное отверстие вот эту пластмассовую штучку. А в неё потом закручиваем наш саморез. И тогда ваша картина никогда не оторвётся. И, естественно, потом её вешаем. Вы там не пишите, что вы на самоклеющуюся вот эту плёнку вешаете, лёгкие вещи. Друзья, это всё не то. Я бы никогда так не сделала. Это, ну, она отклеивается, она падает и это раздражает. Лучше уж один раз сделать и сделать хорошо и крепко, как Лёшик говорит. У него отец, у Лёшика, говорил, что некрасиво, но крепко. Но у Лёшика и красиво, и крепко. Так что вот так вот сейчас висят эти картины. Всё, рамки картины, всё по уровню и всё замечательно. Также вешаются и зеркала, и всё остальное. Конечно, если у вас бетонная стена, вот так как у меня в бывшей квартире на Варшавке, тогда там нужно поработать перфоратором сначала, сделать дырку. Потом в неё присобачить дюпель, в зависимости от размера. Они тоже разные бывают. И потом в этот дюпель вкручивается всё, что вам нужно. Саморез нужной величины. Вот. Так что вот так я вешаю картины самостоятельно. Лёшик, у меня в Москве, вы видите, что я многие вещи делаю самостоятельно. Вчера вот этот карниз вешала таким же образом. Но и карниз, и вот эти рамки картины я вешала просто на саморез. Безо всяких дырок. То есть замерила и сразу шуруповёртом или отверткой у кого что есть. Ну, конечно, шуруповёртом побыстрее. Вот. Просто саморез. Лёшик у меня спрашивает. И что-то не использовала вот эти вот дюпеля, дюпеля самореза. Они как-то называются, у них есть название. Ну, я забыла. Я говорю, нет, ничего не использовала. Всё хорошо держится. Ну, зачем, как бы, вот, ну, если крепко. Я же чувствую, что я же не буду сюда ставить там 5 килограмм, а, люгенький цветочек. Да тут даже можно и побольше поставить. Как бы будет всё нормально. Так что вот так вот можно с лёгкостью прицепить любую вещь. Видите, затонировала я, в общем, краской из баллончика. Вот такую я покупала, красила синие пуговицы. Вернее, не пуговицы, а кнопки для шубы. Тоже раздражала меня шуба моя. Там были, ну, такие заводские защёлки, которые растёгивались постоянно. Я вот пугови, заклёпки, ой, заклёпки, кнопки синего цвета красила в чёрный цвет и пришивала к шубе. И вот так вот вышла из положения, не ожидая долго с Алиэкспресса. Алиэкспресс я заказывала эти кнопки. И вот этим же, этой же красочкой вот сюда пшикнула, и всё, ничего не видно, как будто так и было. Теперь, друзья, отвечу попутно на комментарии. Вы буквально вчера к крайнему видео спросили у меня, где я покупала вот эти красивые рулонные шторы. Есть ролик, я постараюсь ссылку оставить. Шторы пошитые из постельного комплекта, постельного белья от Ньюшик. Это был пододеяльник, я его распорола и пошила вот такие замечательные шторы. Значит, здесь тоже кронштейны, вот которые, видите, вот такие штуки, тоже присылал мне Ньюшик. То есть штора опускается. Вот это теперь вот так вот тянем. И она вот так вот легко опускается. Вчера я, наконец-то, её прицепила. Ждала покраску вот этих наличников. Ну и ждала, когда потолки сделают. Думала, будет много грязи, пока не будут цеплять. Но от потолков грязи не было практически вообще. Так что это шторы. Вот эту тесёмку я покупала тоже на Вайлберис. А вот это всё, это распоротое постельное бельё, которое не очень не нравилось. Вот оно как-то не очень хорошо лежало на постели. А для штор самое оно. Там я использовала карниз старый, который здесь был. Кстати, вот от этого карниза, вторую часть. То есть, ну, где ездила тюль. В общем, есть ролик. Я оставлю ссылочку. Покажу вам. Внутри здесь бамбуковая палочка. А здесь вот этот же карниз. Отпиленный до нужной длины. Ну, чтобы удобно было поднимать, закручивать. То есть, если здесь при помощи вот этой штучки мы опускаем. То здесь это всё делается на второй шторе вручную. Очень хорошо вписались эти шторы. Опять экономия денег. Давайте ещё покажу, что я сейчас буду здесь делать. Буду делать сушилку. Пока зима. В доме негде сушить. Есть, конечно, сушилка, которая раскладывается. Вы видели. Ну, знаете, такие итальянские. Они разные есть. Раскладушечка такая, куда вешается. Но мне она не очень нравится. Поскольку сейчас не очень удобно её раскладывать. Везде ремонт. И я купила две вот такие штанги по 300. По-моему, по 350 рублей они. Вот они такие раздвижные. Но эти штанги будут использоваться у меня как сушилка. Конечно же, для сушилки это, ну, как бы вес... Будет штанга падать под весом. Поэтому что я сделала? Вот эти кольца, которые остались у меня от штор, из тех карнизов, я одела. И сейчас вот так вот, вот сюда, вкручу два самореза. И это кольцо и будет держать эти штанги. Значит, оно целиковое. И это будет как кронштейн для вот этой штанги. Вчера на Озоне я всё обрыла, искала кронштейны для штанги. Нашла единственный вариант. И то идёт из Китая. Это долго и стоит 600 с чем-то рублей. Но зачем платить больше, как говорила Верка Сердючка. Результат один и тот же. Вот пришла такая идея. Она давно мне пришла. Вот эта штанга тоже держится. Но это я тоже переделаю. Я здесь использовала кольцо. Вот это кольцо. Но оно, видите, с дырочкой. То есть оно растягивается. Вот тот же саморез. Видите? И штанга, конечно, держится. Для занавески это возможно. Да? А вот если сушить бельё, конечно же, нужно, так скажем, понадёжнее. Вот сейчас вкручу туда по пару саморезов в каждую. И у меня будет импровизированная вот такая сушилка, которая меня не будет раздражать. И здесь как бы можно сушить в ванной это бельё из машинки. Чем ещё сегодня я занималась? Я раскрутила изголовье. Помните, здесь стояло речитое изголовье от кровати. Она полностью деревянная. Здесь даже не ДСП, а чистое дерево. Вся кровать, причём куплена в Икеа. Сейчас такие кровати не продаются. Вот я раскрутила эти рейки, вот каждую, чтобы почистить и красить. Хотела красить изголовье и кровать. Но когда открутила эту рейку и вот так вот положила рядом вот с этим комодом. Да, конечно, отличия есть, но мне кажется, не режет глаз. Думаю, что, скорее всего, просто укорочу изголовье, поскольку по бокам, я уже говорила, вот там будут зеркала висеть, а изголовье длинное. Изголовье было с такими полочками, то есть речитое изголовье. Вот сюда эти рейки заходили и в них вот так вставлялись полочки. То есть такая кровать, которая, можно сказать, не нуждалась в тумбочке. Естественно, здесь сейчас будет тумбочка, будет зеркало, поэтому мне нужно будет отпиливать вот эти рейки, чтобы укоротить изголовье. Ну вот, хочу дождаться вашей комментарии, на мой взгляд, но вот прям не нужно перекрашивать. Я так подумала, это если я буду красить изголовье, потом мне нужно всю кровать красить. В общем, пока отложила эту затею, думаю, что все хорошо впишется и так. Ну, как-то вот просматривается здесь дерево, вот видите, вот эти сучки, какая-то вот эко-стиль, вот то, что мне нравится, здесь прослеживается, да, что это все-таки дерево. Краской все закрашу и тогда это будет совершенно по-другому смотреться. Возможно, получше впишется, если я покрашу под вот эти обои, вот этот пудровый цвет, а может быть и не надо, чтобы все сливалось, все-таки немножечко будет контраст и вот эта натуральность. В общем, пожалуйста, напишите мне, как бы вы поступили, делать эту покраску или не делать. Здесь у меня такой вот бардачок, стала разгребать все такие вот картонные ящички, в которых все сбрасывалось. В общем, при переезде сейчас уже есть куда положить. Есть коробки, которые мы с вами, помните, делали из старых простыней, помните, вот эту коробочку. Вот сейчас хочу все это уложить, разложить по местам и такой сегодня будет не очень напряженный день, но это тоже нужно делать, наводить порядки, чтобы уже как-то все приближалось к какому-то логическому завершению, чтобы везде все нашло свое место. Друзья, ну а теперь немножко о покупках. Посмотрите, какие тапочки я купила на Азоне, на Азоне 323 рубля. И посмотрите, как они, ну просто созданы для этого халатика от Ньюшик. Обожаю этот халатик, к сожалению, распродали их, где-то я вам показывала обзор этого халатика, но вот на Азоне заказала тапочки, причем заказывала, серых не было, я их заказывала серые, но серых не было. Должны были прийти бежевые и пришли все-таки серые. Ну вы посмотрите, ну это же просто класс. Легенькие, здесь вот такие вытянутые петли. Заказала еще одни такие же, правда остался один размер, ну не знаю, налезут на Лешик, они налезут. Они мне, конечно, по размеру великоваты, но я люблю тапки, такие, скажем, которые немножко больше. Я люблю, чтобы ноге было свободно, но вот сейчас я одену, видите, вот насколько. Ну ничего, зато под цвет халата, наверное, Лешику все-таки подойдут. Никак не могу заказать Лешику тапки в Ньюшик. Что не закажу, снят из производства, что не закажу, снят из производства. Ну а теперь, наконец-то, мой Лешик будет с тапками. Так что, вот такие тапочки под этот прекрасный халат. Думаю, что 323 рубля, ну это вообще сейчас не деньги. Все, мои хорошие, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Все о мелочах и что с ними делать. На улице у нас сегодня минус 10. Кристально чистый снег. У меня были в гостях доча с ее папой. Угостила их оладушками. В общем, все хорошо, все замечательно. Ремонт у Анечки тоже движется, но там еще ох, как много нужно сделать. Прорубил папа дверь Анечки. Много пыли, грязи, как только будет что-то там появляться красивенькое, я, конечно же, пойду, потом поснимаю и все вам покажу. Все, я вас всех обнимаю, всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Пока-пока.